Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе и заслуженный мастер спорта России Александр Легков встретились с магаданскими лыжниками. Спортсмены поделились опытом и знаниями с юными магаданцами. Мероприятие прошло в спортивном комплексе «Металист». Поприветствовали гостей президент Федерации лыжных гонок Магаданской области Максим Смирнов и глава города Юрий Гришан. Сегодняшний праздник, конечно, украшен тем, что вы здесь и Александр здесь. И мы все знаем, что еще послужило поводом того, что вы приехали именно на лыжню России в Магадан. Завтра, многие, кстати говоря, из ребят, они приглашены, ну, наверное, даже все приглашены завтра на просмотр предпремьерного фильма «Белый снег», который, конечно же, посвящен вашему спортивному подвигу. Спортсмены отметили, что лыжная трасса в Магадане совсем не развивается. Условия для спортсменов оставляют желать лучшего, и Магадан застыл в прошлом времени. Чемпионы лыжных гонок призывают юных магаданских спортсменов продолжать заниматься спортом и всегда двигаться вперед. Я хотел бы вам пожелать продолжать заниматься лыжными гонками. Прекрасно понимаю, что те условия, которые сейчас есть, не совсем такие важные, нужные, которые смогут вас привести к результату. Но в любом случае с чего-то начинать надо. Я второй день уже хожу, смотрю на ваши просторы, на места, и могу сказать с уверенностью, что вот в таких условиях, которые у вас здесь есть, можно сделать в любую трассу. На встрече с чемпионами по лыжным гонкам магаданские спортсмены смогли задать и интересующие их вопросы. Александр Легков рассказал ребятам, с чего начиналась его спортивная карьера. Замечательно, что Елена Валерьевна всегда привозит с собой кого-то из именитых спортсменов. Елена Валерьевна это уже достаточно давно, но есть спортсмены, которые заняли высокие олимпийские титулы совсем недавно. И вот разница поближе. Дети очень много задают вопросов именно Александру Легкову сейчас на этой встрече. В следующий раз Елена Вяльби посетит Магадан в апреле 2022 года. Чемпионка лыжного спорта отметила, что с удовольствием пообщается с магаданскими спортсменами уже без эпидемиологических ограничений.